В ЕС будут признавать взаимно электронную цифровую подпись. Такое изменение внесли в договор о Евразийском экономическом союзе. В Сенате ратифицировали соответствующий протокол. По мнению депутатов, признание ЭЦП обеспечит доступ к участию в закупках, которые проводятся в электронном формате и увеличат возможности отечественных производителей по экспорту. В договор также внесут изменения, которые коснутся технического регулирования санитарных мер, защиты прав потребителей и государственных закупок. В частности, теперь у стран есть возможность принять срочные фитосанитарные меры против вредных организмов, которые не входят в единый перечень ЕС. В Казахстане уже 100% оцифрованы электронные закупки, государственные электронные закупки. И при заполнении документации казахстанские компании практически бумаги не собирают. Порядка 20 различных систем подключены при заполнении этих документов, и они подтягиваются из других систем. Соответственно, при низкой цифровизации в других странах, к примеру, в Российской Федерации она 86%, составляет в Белоруссии порядка 84%, в других странах менее 80%. Рынок госзакупок составляет 120 миллиардов долларов США на всем ЕС. Наши компании получают более выгодный доступ. Сенаторы сегодня одобрили еще одно соглашение с Узбекистаном. Теперь жители двух соседних стран могут ездить друг к другу в гости на месяц без регистрации. Срок безвизового пребывания увеличен с 5 до 30 дней. Если потребуется больше времени, нужно будет обратиться в соответствующие органы за разрешением на временное проживание. Депутаты отметили, что такое нововведение окажет положительное влияние на экономические отношения, деловое сотрудничество и культурный обмен между двумя странами. «Между Казахстаном и Узбекистаном сложились прочные братские отношения. Подтверждение тому договоры о вечной дружбе и о союзничестве, прописанные между нашими странами. Рассмотренный сегодня протокол предусматривает установление дополнительных оптимальных правовых условий в сфере взаимных поездок граждан двух стран. Уверен, что одобренный сенаторами закон внесет свой вклад в дальнейшее укрепление добрососедских отношений». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...